МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ходом работ потекавилися наши корреспонденты. В акционерном товарыстве «Гомель Агрокомплект» специализуется на вытворчасти хлеба працучих агрегатов. На інших предприемствах набываются только металл и подшипники. Усё остальное вырабляется на месяце, что дозволяет рымать конкурента с дольную цену. Ещё один плюс гэтой техники – якость. Детали робить на сучасных высокодокладных станках. Подчас наведывания акционерного товарыства нашей сдымочной группой тут завершаўся ремонт агрегата для сергас-предприемства «Стяградзимы» Гомельского района. При гарантыйных двух годах ён отпрацаваў «Амаль-10» без капітального ремонту. Почва-раборатующий агрегат отработал в хозяйстве «Знамя Родины» порядка 10 лет. Не очень давно к нам у него доставили на текущий ремонт. Во время ремонта мы заменили некоторые рабочие органы, подделали механизмы. И этот агрегат, что будет работать как минимум 7 лет, в хозяйстве достойно. А прощами творчасти новой техники на Гомель-агракомплекте займаються так само ремонтом хлеба працучих и поселных агрегатов. Причым аднауляюць ўсё, як айчынные, так и замежные узоры з импорта замешэнням комплектуючых. Яны у Гомельшан у широкім асортыменті. Мэтана Керавана створэнный запас дазваляя оперативно замініць любую деталь, прычым часто непасрэдна на мех двары господаркі. Яшэдзин центр парамотце сельско-господаршай техники акционерная товарыства «Гомель-Абл-Аграсэрвіс». Асновная специалізація – тракторы айчыны вытворчасті. Причым, калі рані займаліся выклюшна аднауленнім технікі па заказах сельгаз-предприємства, зараз пошалі асваюваць так званы «другасны рынак». Зауласныя сродкі ў господарках набываюць паунісцю зношэную техніку, аднауляюць і реалізуюць. Па цені, якая складае каля 40% ад новых аналогічных узоров. Пры наявності ўсіх комплектуючы, такі работы займаюць каля двох тыдняў. Восстановіць трактор так, што бы, када он выйдзіць пасе ремонта, сразу должен прайці технічкай обслужування у нас на зоні. Госяхнадзор должен атметіць іму атметку прахаждзене. І шо б тракторі сел, трактор паехал пахаць, работаць, включил кондиціонер, када ему надо, шо б все, електріка работала, шо бы не вызывалі більше па пустякам, па всяким мелочам. То есть ата да я, ад передній навецки до задній, і мы займаюця ремонтам. Сё не ўсе вытворшай площы на Гомель Абл Аграсервісі занятая на 100%. На прадприемстве обіцаюць, работу выконуюць у термін із высокой якостю. Хоць на адну акалішнаць увагу, сё ж таки, звертаюць. Нікаторые тракторы трапляюць ў спіс непрацуючых па віне обслуговуючага персоналу сельгазпредприемству. Приходзілася навыць ремонтаваць техніку, за яку ў господарках яшы не паспелі разлічыцца с пастушчыками. Вытворшая і технологічна дисципліна на подрахтоку до полевых работ оказываюць самы непосредний уплыв. Большую часть выхода из строя происходит из-за того, что несвоевременное проведення техніческого обслуживання. Ну, і є случаи, гдзе і заводской присутствует брак, но в основном халатнаць сельскохозяйственной эксплуатирующей організацій. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, Телерадо, компанія Гомель. У память об спаліной Алле. 22 лютого у регіоні пройді обласны субботнік. У год 75-й годі великой перамогі на місце вёскі, яку ў фашисты спаліли ў 1944-м годі, узвядуть меморіальны комплекс. Тады ў агні заживо згорылі 1 758 чалавек, з їх 950 дятей. А друг фашиста ў загінули жахары 11 вёсак. Пагульной колькості Ахвяр – гэта 12 хатыняў. Йсторія знішэні Алы – одна з самых трагічных сторонок Великой Ачыны Вайны. 22 лютого 2020 года ўсенія быякавы і жахары регіона проймуть ў дзел ў обласным субботніку на рабочых місцах, або зуэмуцца добраў парадкаванням. Грашовы сродкі, зароблены ў день проведзення субботніка, будуть накіраваны на проектовання і будаўніцтва братскага пахавання у Але, а так сама аднаўлення меморіальных комплексав, міццаў боевой і воўнскай славы часаў Великой Ачыны Вайны. Завтра ў Гомелі пройдуўт ўрашыстые мероприемства, прысвешенны Дню памяти воўнам-интернаціоналістів і 31-й годавіні выводу савецкіх войскав з Афганистана. Абласна апамінальна акція «Запалі свяшу памяти» ў Свято-Петропавловскім соборы пашнется ў 11 годин раніце. У 12 годин ў Иверской царкве адбудецца панихіда пазагінушых воўнах-интернаціоналістах. Далі ў праграмі митынг каліа меморіалы ў микрорайоні Любінскі. Пашатак ў 13 годин. Пасля заканчэня царэмоніў складання кветок ўдзельнікам прапануюць отправіцца на концерт, які адбудецца ў Горадскім центры культуры ў 15.30. У минулым годзі ў 15-те семя Гомельска в обласі нарадзілася шоста дзіця. Такую цікавую статысыку сёня ўучылі па управліні ўстыціў пачас обласной калігі супрацовніка ў адзілаў запісу акта ў грамадзянська гастану. Зараз ў регіоні працуюць 26 ЗАГСаў, які ажыцявляюць 14 адміністраційных процедур. За минулый год яны зарегістравалі больш за 9 тыс. шлюбов. Большаўсь молодых – ва узроці до 31 года. Пры гэтым 220 мушын і 150 жанчын нажаниліся ва узроці більш як 60 годів. У ЗАГСах в області таксама правялі 47 урочистых абрадов, золотых вяселів і 70 сребных. Скасовували шлюб жахары Гомельшіны ў шесть разу радзеў, чым жаниліся. Що тышыца на раджальності, то ў 2019 годзе на Гомельшіне з'явілася амаль 13 половы тыс. дятей. Хлопшыков – на 500 большим дяўчынок. За старанную працю пачас колегі подяками управлений юстиції означені особні супрацовніки. Лепшим отделом за 2019 год признаны Калинковицкий ЗАГС. Главным управлением юстиції Гомельського областного исполнительного комитета работам ЗАГСов уделяется очень большое внимание, поскольку сами мы прекрасно понимаем, только рождаемся. Первый документ, который получает гражданин, это свидетельство о его рождении. В 2019 году работало 26 отделов ЗАГСов, и в них работало 44 специалиста. Очень отрадно, что наши граждане с охотой отмечают наши золотые, серебряные свадьбы. И этому, естественно, предшествует немалая работа специалистов наших ЗАГСов. Завтрашний день, 14 лютого, обязай быть для супрацовников отдела ЗАГС насыщенным. У Гомеля заявы на регистрацию шлюбу у день усіх закаханых подали 37 пар. Одно з самых важных пытань у житей любой семьи, а тем больше модетна и жилёвая. Сярод района, где оно выращается наибольшим эффективным, в нашем регионе Калинковицкий. В планах до конца года побудовать 100 новых кватер выключено для этой социальной категории. Сегодня у райцентра две великие будовли, один дом уже сдали. Кватеры отримали 40 шмадетных семью. Заселение у других заплановано на Саковик. Его готовность 80%. Затем будовники приступят до узвядения еще двух шматповерховок, сдаши яких ориентовано у Снежни. Работы ведутся с протягнением державных субсидий. Новоселье означает семьи, которые имеют потребу поляпшения жилёвых умов и стоять в Чарзе. Дарыши сярод таких, есть и жахары отдаленных населенных пунктов, которые марать переехать в райцентр. В январе мы ввели уже один дом. В марте вводим рядом стоящий. Готовность 80%. В феврале начинаем 20-ти квартирный дом, который вводим в сентябре. И в мае начинаем 40-квартирный дом, который вводим в декабре. Все дома, которые мы строим для нуждающихся, энергоэффективные. Квартиры строим как с отделкой, так и без отделки. И в этом году половину очереди мы сократим. Усягошь за 10 годов для шмодетных семей в Калинковицком районе побудовали амаль 34 тысячи квадратных метров жилья. Выхование бойцовского духу и подрыхтовка до службы у армии. Больше 20 годов у Рэшицы истнует центр «Скиф», уникальный не только для региона и аллеи краины. Все лето установа была ознашена специальной премией президента Беларуси. Продзенность центра и планы на будущую. Материал Дмитрия Котова. В военно-патриотичном центре «Скиф» выхованцы проходят специальную подрыхтовку. Их метаникерованно рыхтуют до военной службы, причем с упором на элитные подразделения. На прамки самые разные. Альпинизм, скачки с парашютом, опускание под воду, отпрацовка навыков смешанных одиноборствов, оказание пешей добротшебной допомоги. У «Скиф» хлопцы приходят завышально у 10-годовым альбо 11-годовым взрости. Тут яны занимаются до полнолетия. Однако далеко не каждый затримливается на протяглый час. Подобные тренировки под силу не усим. Прежде всего состояние здоровья и дисциплинированность. Если боец недисциплинирован, его никто никогда ничему не научит. Второй момент. Из-за того, что у нас приходят бойцы, он сразу начинает пахать. Поэтому мы уже берем физически подготовленных. А что это проверить просто? Упал, отжался, подтянулся, оно видно, крепкий парень или нет. На занятках железная дисциплина, а по-иншему и быть не может, бо выхованцев «Скифа» рыхтуются до суровых армейских реалий. Однако их это не полохое. Зусим на дворот. Тренируются хлопцы только у добром настрою и бесперечно слухают своего кероника. «Скифе занимаюсь уже три года. Папа узнал, решил меня сюда отправить. Мне понравилось, я пошел. Я с детства хотел заниматься военным. Мне это нравилось. И вот сюда пошел. Удается все хорошо. Но это надо понимать, потому что сложно очень. В жизни, в будущем поможет очень сильно это». Важный элемент у работы «Скифа» занятки под водой. Водолазные подрыхтолцы у опошниц шасс надают все больше ваги. Летом проходят в утшении на реках и озерах. Зимой навыки отпрацовываются у бассейна. Как означает Владимир Габроу, вода – одно из самых серьезных выпробований, с которыми приходится сутыкаться подчас службы в спецназе. Когда у поветря не раскрылся основный парашют, завседы есть запасный. А вот, когда у водолаза взломалось обсталевание, то шансы выбраться практически ровные нулю. Перед первым опусканием проходит серьезная теоретичная подрыхтолка. И, что не меньше важно, психологичная. Потому что, если есть схильность до паники, такому бойцу не место в воде. Мы планируем на каждый учебный год в зависимости от уровня подготовленности наших бойцов. К самым младшим, с которыми в основном я занимаюсь, это элементарные вопросы по уверенности нахождения в подводном положении, по удалению воды из-под маски, изучение техники, оборудования, снаряжения. А Николай Викторович уже занимается на следующем этапе. Когда уже мы из общей массы выделяем более опытных и подготовленных ребят, дальше уже мы занимаемся навигационными вопросами, десантированием с разными способами в воду и так далее. И все вопросы, которыми владевают в войсках водолазы-разведчики. Великие вучения по водолазной подрыхтовцы плануются летом. Увагуле на протягу года СКИФ проводить каля 30 мероприемствов, у тим лику международных. Зараз у приватности ожитивляется подрыхтовка до святкования 90-го дня поветрано-десантных войсков. С этой нагоды уречится и отбудутся с поборницей по триатлоне юный спецназовец. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель», Рэшеский район. Король музычных инструментов. У Гомеле прошел концерт органной музыки в выполнении лауреата международных конкурсов спевака и музыканта Валера Ашмата. Выступление проходило у камерной зале Палаца культуры чугуношников, а кустыка, якой выдатно подыходить для органа. Гости почули величные хоралы гатышных соборов и классичные творы Баха, Йенделя, Моцарта и Шопена. А кроме того, Валерий Шмат выконовал и уластные композиции. Музыкант заявляется аутором музычных спектаклей, кантатов и детских пьес. Свой инструмент спроектовал самостоинно. Сучастная техника дозволяя передавать гуки-органа с допомогой акустичной системы. Это орган с технологией Хаупверк. Это сэмплерная технология, у якой не электричные гуки, а гуки реально иснуючих органов. Коли у органе 10 тысяч труб, то кожная из 10 тысяч сэмплируется, записывается. Коли я граю этим органом, то миновито гучат саправдные трубы, які иснуют. Сегодня буду граць органом, які поблизь Лондона. Так само есть некольки немецких органов, некольки австрийских органов. Такие типы инструменты дозволяя за некольки годин его собрать, разобрать. И гучань досыть такое аутентичное. Вечер органной музыки дополнили выступлений гомельских артистов Галины Паулянок и камерного хора областной филармонии. Дирижировала коллективом заслуженный дириж культуры Республики Беларусь Алена Соколова. Самое главное, что мы имеем возможность исполнить шедевры западноевропейской музыки. Это произведения Цезаря Франка, Моцарта, это произведения Иоганна Себастьяна Баха, все это с органом вместе, как и должно быть, в общем-то. Понимаете, не всегда можно петь акапелла. Хочется и порадовать наших слушателей произведениями высокой музыки, именно вот сопровождение. Суместный концерт Валеры Ашмата и камерного хора областной филармонии отбылся в другой раз. Артисты спозяются, что творческий тандем протягнет сопротивление не только на гомельской сцене. Это инши новины, информацию о проектах телераду компании Гомеля вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершенный. Усего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Завтра суд Житковического района начнет рассмотрение уголовного дела о хищении путем использования компьютерной техники. Напомню, в минувшем году молодой человек 2001 года рождения распивал спиртные напитки со знакомым, который не применул воспользоваться нетрезвым состоянием приятеля и похитил деньги с его пластиковой карты. Злоумышленника нашли и привлекли к ответственности. 9 января мужчины снова встретились, чтобы поговорить и выпить. И снова злоумышленник похитил у приятеля карточку, после чего снял с нее 100 рублей. Сегодня ночью в Ельске горел сарай. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены и имущество внутри деревянной постройки. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия поджог. Гомельская пограничная группа информирует о проведении стрельб. С 17 по 21, а также с 24 по 28 февраля с 10 до 18 часов на стрельбище Борщевка войсковой части 12-42 будут проводиться стрельбы из оружия. Во избежание несчастных случаев, вышеуказанный период, времени не стоит приближаться к стрельбищу и заходить за рубеж, обозначенный указателями. Завтра в день всех влюбленных и в рамках профилактического мероприятия «Сохраним будущее» сотрудники ГАИ совместно с учениками средней школы номер 21 проведут акцию с любовью к ПДД. С 12 до 13 часов на площади Ленина инспекторы ГАИ будут останавливать автомобили, чтобы поздравить с праздником и напомнить водителям и пассажирам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Школьники вручат водителям сделанные собственными руками валентинки с полезной информацией, а также воздушные шарики в виде сердца. Это вся информация выпуска. Я Александр Гамоля благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельская энергия закрепилась на третьем месте в таблице регулярного этапа чемпионата Беларуси по волейболу в элитном дивизионе. Коллектив Дмитрия Лихорадо на домашней площадке был сильнее команды Борисов БГУФК. Энергетики не отдали сопернику ни одного сета 25-22, 25-23, 25-17. В преддверии этого поединка гомельская дружина, имея игру в запасе, набрала равное количество баллов с легионом из Обухова. Победа позволила гомельчанам оторваться от соперника на три очка и уверенно обосноваться на третьей строке таблицы. В Могилеве завершились первенства Беларуси по легкой атлетике среди юниоров и юношей 2003-2004 годов рождения. Сборная Гомельской области поднялась на пьедестал почета в командном зачете в обеих возрастных категориях. В состязаниях юниоров в прыжках с шестом у девушек победила Кристина Концевенко, а у юношей Вадим Котек. Золотой дубль у наших спортсменов и в беге на 60 метров. Чемпионами стали Алина Лучшего и Степан Чешанков. Кроме того, завоевано три серебряные и пять бронзовых наград. Это позволило команде Гомельской области занять третье место в общем зачете первенства. В состязаниях юношей и девушек 2003-2004 годов рождения две золотые награды. Александр Марфушкин победил в секторе для прыжков с шестом, Александра Хмылева в секторе для прыжков в высоту. Также наши атлеты завоевали десять серебряных и восемь бронзовых наград. В итоговом протоколе команда Гомельской области также расположилась на третьей строке. 11 команд и 170 спортсменов. В Гомеле сегодня прошла областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по вольной борьбе. Состязались борцы в возрасте 15 лет и моложе. По традиции, более массовыми были состязания у юношей 130 спортсменов. Хотя в этот раз и девушки порадовали высокой конкуренцией. Раньше как-то по одной, по две, а в каждом месте есть представительства по три, по четыре, по пять детей, даже и десять человек есть. И вот смотрим немножко, какие дети уже и сражаются, не просто падают, а борются. И принципиальная встреча, очень принципиальная встреча. Тоже накал борьбы у девочек, как всегда, в общем-то, на высоком уровне. Спортшкола-победитель спартакиады будет представлять область на республиканских состязаниях. Они, кстати, пройдут в Гомеле. К этим соревнованиям особое внимание. В июне состоится первенство Европы в этой возрастной категории. Республиканская спартакиада – один из этапов отбора на континентальный форум. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова